В эфир телеканала 24 Киеза заступила дневная смена. Я Кояржан Смогулов. Здравствуйте. Итак, чуть более года осталось у казахстанских чиновников, чтобы выполнить поручение премьер-министра запустить 37 новых заводов по переработке мусора. Сегодня поговорим о проблемах экологии. Надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Итак, вместе со мной в студии сегодня находится Сабит Тельман, директор департамента по организации обращения с отходами компании «Жаслдаму». Приветствую вас. Елена Тарасенко, председатель эколого-туристского движения «Базанжаик», наш Урал, член комиссии по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Урал. Добрый день. Мария Мавишева, член общественного совета по взаимодействию с НПО Министерства экологии и природных ресурсов, директор компании «Экодамп». Здравствуйте. Кроме того, посредством видеосвязи с нашей студией могут общаться Жомар Талиев, вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, и Айдар Капасов, председатель Human Health Institute. Надеюсь, правильно прочел. Причем господин Капасов с нами вышел на связь из Узбекистана, из Ташкента, здесь в данный момент находится. Здравствуйте. Ну что ж, я думаю, что раз у нас появилась сегодня возможность поговорить с вице-министром экологии, наверное, господин Алиев как раз с вас и начнем. И вот, что меня интересует. Значит, у нас есть, точнее, готовится сейчас материал, я думаю, что мы его чуть позже увидим, но пока что, так сказать, могу констатировать, что в этом материале содержится информация о том, что в стране только с начала этого года выявили почти 5000 несанкционированных свалок. В этой связи, в этой связи, господин Алиев, что может делать государство, что делает, и, так сказать, насколько эта проблема решаема или нерешаема. К административной ответственности привлекли 9 заместителей Акимов районов и сельских округов Жамбылской области за стихийные мусорные свалки. Твердые бытовые отходы были разбросаны на сельскохозяйственных землях. Всего в области насчитывается 163 мусорных полигона. Ответственные работники не сдавали ежегодные отчеты об объемах отходов. Кроме этого, 24 свалки функционируют без экологических разрешений. За допущенные нарушения в сфере оборота коммунальных отходов, постановлениями Уполномоченного органа Департамента экологии, заместители Акимов районов и Акимы сельских округов привлечены к административной ответственности в виде штрафа в сумме около 300 тысяч тенгер. Дисциплинарная ответственность привлечена исполняющей обязанности главного государственного экологического инспектора Жамбылской области. Итак, это был пример у нас из Жамбылской области. Итак, господин Алиев, что может и что делает государство для того, чтобы с этой проблемой справиться? Уважаемые коллеги, да, действительно, проблема в решении вопросов несанкционированных свалок состоит практически во всех регионах нашей страны. Если немножко окунуться в историю, то с 2018 года Министерство экологии совместно с национальной компанией Гарш Сапары ведет работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на всей территории службы Казахстан. Что это означает? На сегодняшний день, используя возможности космического мониторинга с национальной компанией Гарш Сапары, мы получаем космические съемки с координатами и приблизительными объемами местонахождения свалок, несанкционированных свалок. С каждым годом количество несанкционированных свалок растет. И для этого есть, по этому поводу есть две причины, которые мы видим и знаем. С каждым годом мы увеличиваем зону охвата космомониторинга. То есть, условно говоря, если брать пример город Астану, то мы увеличиваем объем охвата космоснимком уже на сегодняшний день до 50 километров. То есть туда попадает весь агломерат, который находится вокруг города Астаны. Это ближайшие поселки, населенные пункты. И тем самым у нас увеличивается количество несанкционированных свалок. По данным космомониторинга, все эти данные аналогично и картинно ведутся и практически по всей территории Казахстана. На сегодняшний день все данные из Казахстана Гаджи Сапары, космоснимки с точными координатами, они передаются в местные исполнительные органы. На сегодняшний день компетенция ликвидации несанкционированных свалок, она находится у местных исполнительных органов. Я правильно понимаю, что вы информируете Акиматы, а Акиматы уже наказывают, находят кого наказывают, наказывают и ликвидируют эти свалки? Акиматы, местные исполнительные органы занимаются ликвидацией несанкционированных свалок. То есть при помощи космического инструментария Казахстана Гаджи Сапары определяется точное местонахождение количества этих несанкционированных свалок. Эта информация уходит местные исполнительные органы в Акиматы, и Акиматы занимаются ликвидацией. В чем заключается роль Департамента экологии? На сегодняшний день Департамент экологии наделен функциями контроля и надзора с точки зрения проведения работ, правильности проведения работ и фактического исполнения по ликвидации несанкционированных свалок. Если в данном случае мы говорим про несанкционированные свалки. А вот понятно ведь, что эту несанкционированную свалку кто-то устроил. То есть кто-то взял просто-напросто, вывез в степь эту гору мусора или постепенно перевозил и так далее. А кто отвечает за то, чтобы найти этого нехорошего человека и наказать его для того, чтобы другим не повадно было? Абсолютно правильный и, скажем, к месту заданный вопрос. Вот этот комплекс мероприятий по выявлению конкретных лиц, которые допускают такие экологические правонарушения, есть рейдовые мероприятия, в которых участвуют сотрудники департамента полиции регионов, экологические инспектора, представители Акимаков. То есть с определенной периодичностью осуществляются такие рейдовые выезды. Понятное дело, что по факту конкретного обнаружения тут же принимаются меры конкретному нарушителю. Какой-то грузовой автомобиль там выехал, условно говоря, с населенного пункта в ближайшей лесополосе или в степи выгрузил, этот факт был зафиксирован, тут же принимаются меры административного характера. То есть штраф на конкретного нарушителя экологического законодательства. Теперь, что делается с точки зрения того, чтобы усилить ответственность за такие экологические правонарушения? На сегодняшний день Министерством экологии инициировано ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях по факту вот таких вот нарушителей. То есть инициировано очень жесткие меры, вплоть до конфискации орудий такого правонарушения. Сейчас этот пакет находится у депутатов на рассмотрении, будет свой регламент процесса обсуждения, но мы с таким предложением вышли. Это предложение было поддержано и Министерством внутренних дел, потому что мы видим, что без принятия действенных рычагов воздействия на таких нарушителей, к сожалению, минимизировать или остановить поток несанкционированных свалок у нас на сегодняшний день не хватает инструмента. Да, вот, знаете, я с вами абсолютно согласен в данном случае, что необходимы более жесткие меры. Ну вот, время от времени я задаюсь на подобных эфирах вопросом, скажем так, какие методы воздействия более эффективные? В данном случае вот карательные, о которых говорил Жумар Шиепович, или, скажем так, воспитательные, да? А может быть, необходимо сочетание того и другого? Давайте обсудим. Жумар Шиепович, я знаю, что у вас очень загруженный рабочий график, но большая просьба, пока не отключайтесь, пожалуйста, соберем мнение наших других гостей и есть еще вопросы к вам. Хорошо? Спасибо, Беда. Хорошо, буду на связи. Отлично. Что ж, если Министерство экологии уже задалось вопросом о том, что необходимо ужесточить законодательство в плане наказания людей и организаций, которые, так сказать, наносят ущерб нашей природе, то вот здесь возникает вопрос, насколько это будет эффективным или стоит обратить внимание на другой метод, на другой инструмент, создать некие условия, чтобы стало выгодно или там стимулирование и так далее. В этом смысле, кстати, насколько я понимаю, господин Тельман, одна из задач Жасл Дому, которая прописана, так сказать, у вас в документах, это как раз-таки формирование инфраструктуры, которые бы, и правила, которые бы позволили сократить количество мусора, сделать его переработку, так сказать, наиболее быстрой, эффективной и так далее. Если я не ошибаюсь, я просто заглянул на сайт Жасл Дому, это первое, что мне на глаза попалось. Какие есть инструменты для этого сейчас? Давайте я продолжу тему. Есть два классических механизма или метода предотвращения чего-либо или, наоборот, стимулирования. Это кнут и пряник. Кнут и пряник, да. То есть вот то, что сказал господин вице-министр, сейчас принимаются законодательные поправки для ужесточения наказания. Об этом-то что господин Леонид сказал? А стимулирование, значит, чтобы вот этот закон исполнялся, это, во-первых, нужно выявление, да. То есть хорошо мы закон приняли, но никого не поставишь вокруг дороги там круглые сутки, соответственно, они будут. Это первое. Значит, кто должен вывозить отходы? То есть те автомашины, которые вывозят отходы у населения, у юридических лиц, они должны быть в системе. То есть нельзя просто так купить газель и по объявлению забирать отходы и выбрасывать. Она должна быть, машина должна быть отслеживаемая. То есть иметь право... Но ведь мы на самом деле такие случаи сплошь и рядом видим, причем не газелями, а камазами вывозят. То есть эти машины не должны без регистрации перевозить отходы. То есть они должны быть на учете, соответственно, их движение должно быть четко к маршруту. То есть клиент, полигон или там, ну, куда нужно сказать, ну, скажем так, полигон в данном случае, да, это рабоцей уже местных исполнительных органов и полицейских. То есть система создана. То есть вот Гаррис Сапары, допустим, она регистрирует автомашины, которые перевозят пока ТБО. И, соответственно, эту систему надо расширять. То есть машина, если едет по дороге, она везет отходы, она не зарегистрирована, она автоматически должна попадать на штрафстоянку. Дальше он уже не должен. Дальше есть современные эти инструменты, ну, я имею в виду видеокамеры, да, то есть отходы не вывозятся за 200-500 километров. То есть отходы формируются, вот эти стихийные свалки, они вокруг населенных пунктов, да, то есть агломерации. То есть в пределах 10, 15, 20, 30 километров. То есть эти территории возможно контролировать видеокамерами, да. Это пока все кнут, по большому счету, да. То есть выявили, то есть человек должен знать, нарушитель, то есть юриспедельц, понятие неотвратимости и наказания, да. То есть он должен знать, я сейчас возьму там 50 тысяч тенге, за вывозь мусора отвезу, выкину, меня поймать, я лишусь автомашины. То есть это он должен понимать. Ну, соответственно, это все прекратится. Вот и все. Теперь второе. Это вообще я бы приравнял хищению. То есть получается, вот этот частник взял деньги у другого юриспедельца, за эти деньги вывез и вывалил отходы на, скажем так, просто на природу, да. Теперь Акимат из бюджета выделяет деньги на ликвидацию. То есть это хищение из бюджета денег, помимо ущерба экологии. То есть это очень жесткое преступление, понимаете. С этим не спорим. Да. Вот. Со стороны, что делается в Рослодому? У нас есть как минимум два направления. Это первое. За счет поступивших утилизационных сборов мы выделяем деньги. Сейчас через Фонд развития промышленности кредитуем строительство инфраструктуры. Развитие строительства инфраструктуры по сбору и переработке отходов. Второе направление – это стимулируем за сбор и переработку уже отходов, которые входят в перечень роб. Ну, классики – это пластиковые бутылки, стеклянные бутылки, бумага, картон, макулатура. То есть шины отработанные, масла, электронные отходы. Насколько сейчас бизнес охотно идет в эту сферу, в переработку? Причем сразу предупрежу, что у меня есть хороший знакомый, который этим занимается. И он сейчас говорит, что довольно сложно в этой сфере бизнеса. Да, смотрите, значит, этот бизнес не сегодня начался, он начался довольно раньше намного. Сегодня мы просто продолжаем стимулировать сбор и переработку этих отходов. Бизнес новый, скажем так, сейчас я не знаю, насколько новый включен, но те, которые раньше работали, они уже в этом бизнесе, скажем так, не первый день. И он, ну, невысокомаржинальный, но поэтому, ну, работает. Но у нас есть задача до 26-го года, если не ошибаюсь, еще построить так, 37 новых заводов. И понятно, что не государство будет ими управлять, должен частичными работать. Насколько этот бизнес привлекательный, если вы говорите, что он низкомаржинальный? Я не скажу, что он высокомаржинальный. В любом случае, те тарифы, которые поступают от населения или от сдачков отходов, они должны, если мы говорим о сборе от ЭБО и переработке, они должны покрывать эти расходы. Плюс полученные или отсортированные отходы, которые дальше уже направляются на переработку в виде сырья для готовой продукции, она уже продается, и это должна быть вот именно маржа этих компаний. Да, примерно вот так. Так, меня мои коллеги только что предупредили через наушник, что у господина Алиева не так много времени. Поэтому, так сказать, прежде чем вас отпустить, Жомар Шепч, еще один момент. Вот только что ваш коллега из Жаслдаму отметил, что бизнес по сбору и переработке мусора, он, так сказать, нельзя его назвать высокомаржинальным. Но не так давно, не так давно, если я не ошибаюсь, так, когда это произошло, не так давно в Сенате предложили такую меру, что, дескать, а не стоило бы нам, вот, это произошло буквально несколько дней тому назад, значит, в Сенате предложили снизить налоговую нагрузку на переработчиковых бытовых отходов. Об этом говорил сенатор Ярнур Айткенов. И, значит, рекомендовал правительству создать единую комиссию для разработки единой госполитики по управлению твердыми бытовыми отходами. На ваш взгляд, подобные предложения по снижению налоговой нагрузки, по предоставлению разного рода преференций, льгот и так далее и тому подобное, может ли это стимулировать как раз-таки сферу переработки бытовых отходов для того, чтобы, ну, в конце концов, хотя бы меньше было этого самого мусора, который потом вывозят на несанкционированные незаконные свалки? Как вы думаете? Ну, если принципиально говорить о снижении налогового времени на любой бизнес, в том числе и на бизнес, который связан с управлением твердобытовых отходов, это несомненный факт, что действительно это будет послабление и будет неким стимулирующим механизмом для того, чтобы развивать этот бизнес. Чувствуется «но» у вас в голосе, чувствуется «но». Но есть один момент, да, что, к сожалению, я это готов сказать, мы как Министерство экологии и природных ресурсов не до конца понимаем природу налоговых механизмов. То есть это немножко не наша компетенция. Мы несколько раз встречались с участниками этого бизнес-процесса, которые задействованы вот в этом процессе сбор, сорокировка, транспортировка и переводка твердобытовых отходов. Действительно, с их слов, есть определенные налоговые режимы, которым можно произвести некие послабления. Но сейчас, на сегодняшний день, к сожалению, Министерство экологии, оно не может оценить это с точки зрения всего цельного бизнес-процесса и других участников. Потому что, смотрите, если говорить только о сборе, сортировке, переработке и утилизации в конечной, мы дальше не видим, когда переработанный, собранный пластик, он переработался, образовалось некое вторичное сырье, которое дальше идет реализацию. Из этой реализации получается вторичный продукт, который потом реализован в хозяйстве, там его потребитель купил. То есть часть вот этих вот вещей, которые связаны с налогообложением, они уже выходят немного за пределы именно этого процесса. И оценить эти все вещи на уровне одного Министерства экологии, к сожалению, ввиду нашей компетенции, очень тяжело. Да, такое вот предложение со стороны участников вот этого всего процесса, связанного с регулированием твердобытовых отходов, оно ходит. Мы, как уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, который нацелен на решение вопроса твердобытовых отходов, мы поддерживаем наших участников процесса, сборщиков, перевозчиков и переработчиков отходов, да, с точки налогообложения, но снижение налогообложения. Но завтра весь этот процесс, это должен конечный вердикт, скажем так, с точки зрения налогообложения, это должно решить Министерство национальной экономики, Министерство финансов, потому что они видят весь процесс до этого, до управления отходов и после управления отходов. А если говорить про наше мнение, да, мы его поддерживаем, потому что, ну, это неоспоримый факт. Налоговое послабление для любого вида бизнеса, это такой, я думаю, еще благоприятный факт для развития бизнеса. Понимаю, спасибо вам огромное, спасибо, что уделили время. Итак, хорошо, кстати, у нас готов материал по цифрам, по незаконным свалкам? Еще нет, ну ладно, потом посмотрим. Хорошо, итак, есть два варианта у государства, собственно, наказывать и, так сказать, стимулировать. Тот самый кнут и пряник. Но есть еще и мы, граждане казахстанцы, да, и иногда кажется, что мы в этом процессе вообще ни при чем. Но ведь на самом деле одна из причин, почему, собственно, переработка бытовых отходов это низкомаржинальный вид бизнеса, это как раз-таки причина в нас и заключается. Мы не раскладываем мусор по тем самым цветным контейнерам, которые, ну, во всяком случае, в Астане, во дворах они стоят. И вот здесь мы приходим к вопросу, а что делать с нами? Так сказать, заставлять, стимулировать, убеждать, умалять на коленях или вообще что-то еще. Госпожа Абишева, есть у вас какой-то ответный вопрос? Да, ну, на самом деле, этим вопросом обеспокоены уже не один группа населения. А ВОСыны не там. Да, поэтому министерственно разработана концепция. Она обсуждалась с общественными деятелями, с бизнесом. Эта концепция именно по экологической культуре именно населения Казахстана на 2024-2029 годы. И она довольно широкая, эта концепция. Отдельно в ней довольно такой большой хороший блок по управлению отходами. Отдельно есть блоки энергоресурсов сбережения, и все, что касается у нас воды, осознанного потребления вещей. И также есть и дошкольное воспитание. Это, допустим, открытие 622 жасы Балабахша дошкольных учреждений, специализированных по Казахстану будет. То есть вот больше ставка, скажем так, на подрастающее поколение, чем уже на вузы. Надо начинать. Вот подрастающие семеры. Также и отдельные образовательные программы для вузов, для колледжей. То есть вот эти все моменты, каждый регион будет разрабатывать свой региональный план по реализации данной концепции, который будет обширный. Начиная с воспитательных моментов, образовательных моментов, так и с МИТом. Очень большое, я скажу, очень большое значение будет иметь именно средства массовой информации. Как это будет доноситься? Это будут и ролики сниматься, это и в раздельный сбор. Ну, то есть все вот эти вот моменты, они будут отражены. Кроме того, и экологическая ответственность бизнеса тоже. И такие интересные даже там прописаны конкурсы, как «Зеленый офис», конкурсы экологических проектов среди школьников, среди студентов. То есть вот эти вот все меры, они должны воедино работать. Мы сейчас говорили по более профессиональной вещи про стимулирование бизнеса. Я, кстати, вот хочу сказать, что как компания наша «Экодамп», мы занимаемся сбором, выводом твердобытовых отходов от населения в городе Кокштау, Бурабайский район, вы знаете, курортная зона. И управляем полигоном ТБО. И работать так, как мы работаем сейчас, я не хочу. Почему? Я понимаю, что вот мы красиво проводим акции, да, в субботнике. Весь Казахстан вышел за Казахстан. Но когда оно вывозится из населенного пункта и едет куда-то на полигон, и что происходит там, и я об этом открыто говорю, не боюсь никаких надзорных органов, потому что это наши реалии, да, это нам так осталось, такое наследство. Мы там что-то сортируем, и все остальное у нас идет на захоронение. А на захоронение, к сожалению, у нас идет больше 50% при самой хорошей сортировке. А почему? Потому что все в кучу свалено, и все перемешано, и все грязно. Потому что каждое сырье, вторичное сырье, оно теряет свою привлекательность, свою цену, когда оно уже побывало в этом мусоровозе, в этом контейнере вместе с пищевыми и другими видами отходов. Поэтому вот нужно именно население, как сказать, рассказать, как правильно еще дома, вот на моменте образования отходов, это дома, да, дома уже по двум хотя бы контейнерам, хотя бы на мокрую и сухую фракцию делить. Тогда это уже будет более, скажем, качественное сырье и меньше пойдет на захоронение. Потом, вы сейчас указывали по 30 чем-то проектов, да, которые, пожалуй, планируется реализовывать. Мы одни из них по Акмолинскому региону выступаем. В планах у нас три мусоросортировочных и перерабатывающих комплекса. Я не могу сейчас открыто рассказывать про внутренность технологий, да, потому что мы еще на стадии второго этапа ФЭКП и так далее. Но я скажу однозначно, что у нас в планах полностью, полная стопроцентная переработка отходов без захоронения, что для нас очень важно. Мы сейчас не гонимся, наша компания, по крайней мере, за красивыми цифрами. Мы там столько пластика взяли и переработали. Мы хотим, чтобы вообще у нас полигона не было, наш текущий, существующий полигон рекультивировать. Нет, это идеально. Это и есть нормальные технологии, которые работающие. Да, но смотрите, госпожа Абишева, вы вот когда рассказали про план информирования, обучения и так далее, это все замечательно, но вы настолько верите в наших соотечественников, что будут люди этому следовать. Однозначно да. Вот помните, буквально несколько лет назад у нас многие люди, скажем так, не пристегивали ремни безопасности в машинах. Так ведь штрафовали жестко за это. Ну и штрафовали, и вообще как-то, ну нет, стимулирующие меры все равно были. Были информационные хорошие разъяснения в плане безопасности. Я знаю, что много классных часов и у школьников проводилось, когда школьник, когда садился в машину к своему папе, он говорит, папа, пристегнись, потому что это безопасность наша с тобой. Нет, и штрафы тоже нужны, конечно, надо знать, как без этого. Просто вы светлый человек, вы верите в людей, я понимаю. Верю. Кроме того, я знала, университет у нас Ешуканово-Алихан государства, он проводил анкетирование, скажем так, опрос среди населения. И 70% готовы. Нужна инфраструктура ЗИ. Может быть, почему? Вот вы говорите, в Астане стоят контейнера отдельно для пищевых отходов, отдельно для пластика. Возможно, люди не верят, что на разных машинах вывозится. И то, что вывозится отсортировано, что оно действительно пойдет чисто именно туда, где оно будет перерабатываться. В плане переработки, на самом деле, ну, что говорить, это реалий. Казахстане, это сейчас вот только, благодаря вот этой поддержке, да, ЖСУДАМУ, оно сейчас идет. Не скажу, что очень легко ФФП подать документы. Мы через это проходили, первый этап прошли. Сложновато. Нужно технологии подобрать, нужно финансово-экономическую модель разрабатывать. Кроме того, что у нас еще строится здание, нужно проектно-смертную документацию сделать, подать на госэкспертизу и так далее. Это все сложные профессиональные вещи. Однако, это сделать можно при желании. То есть, я что хочу сказать. Бизнес тоже должен быть социально ответственным. Так же, как и население, и так же, как госогон. То есть, в данном случае, если это как стул с четырьмя ножками, есть население, есть власти, есть бизнес, есть неправительственные организации, я в этот блок еще отношу и СМИ. СМИ и неправительственные организации. Если вот эти четыре устойчивые ножки будут только тогда, без чего-то одного мы не сможем достичь тех показателей, которые нам необходимо достичь. У Европы, да, у них, конечно, хорошие, только не 50 лет шли к этому разделению, правильно, правильному отходу. И, кроме того, и меры у них такие тоже, штрафы большие. То есть, мы должны все вместе понимать. И, кроме того, проводим тоже каждый год конкурс экологических проектов. И вот, что самое интересное, большая часть проектов именно касается отходов. Это то, что школьники видят, то, что действительно каждого волнует. У нас школьники проводят раздельный сбор отходов у себя в школу, приносят вот эти вот пластиковые PET-бутылки, сдают их, и на эти деньги они помогают приютам для животных. Дети горят, молодежь горит. Поэтому мы считаем, что в этом плане просто надо работать. Вы, на самом деле, я имею в виду, вы и ваши коллеги, кто занимается подобными проектами, на самом деле, огромные молодцы. Низкий вам поглон до земли. Но вот я все-таки хочу понять, насколько это реализуемо. Ну, надеюсь, господин Капасов от нас еще не отключился, да. Итак, господин Капасов, если, вот как ваша коллега говорит, стоит делать ставку на информирование, на обучение и так далее, как это сделать так, чтобы эта информация, так сказать, людям в одно ухо не влетела, а в другое не вылетела, чтобы люди реально пользовались, так сказать, этими знаниями в области, так сказать, там, того же самого, той же самой сортировки, правильного управления отходами и так далее и то подобное. Потому что, ну, я вот на самом деле, просто, может, из-за того, что я циник по жизни, больше верю, честно говоря, в кнут и штрафы. Ну, здесь, наверное, все-таки нельзя ни в коем случае, как бы, исключать момент осознанности людей, да, на сегодняшний день, то есть мы видим и та тенденция, которая на сегодняшний день у нас идет в стране. В принципе, осознанность людей, она очень высокая, то есть это нужно отметить, да. Другой момент, то, что я проговорила Мариям в части дошкольного и школьного образования, я думаю, да, нам нужно начинать работать там. Почему? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, дети будут приходить домой и будут нас, и взрослые, заставлять это делать. И то бишь это будет раздельный сбор мусора и так далее, и так далее. То есть это идет все-таки, как бы, от детей по большей степени. Почему? Потому что, к сожалению, то есть если ребенок в саду увидит, как правильно нужно там разделять мусор, соответственно, он придет домой и скажет, мама, папа, давайте будем делать так. К сожалению, как бы это так, оно работает. Если смотреть именно, как бы, так скажем, на поколение чуть старше, то здесь, наверное, все-таки должны быть какие-то государственные, так скажем, плюшки, да, о которых вы ранее говорили. Которые, то есть позволят еще, так скажем, усилить эту работу и, соответственно, как бы будут результаты. В части, наверное, как бы, вот то, что говорили про вывоз мусора и слежения за машинами, здесь, наверное, немножко другое мнение. Почему? Потому что то, что говорят, будут там, условно, GPS-навигаторы стоять, будут смотреть за этим всем делом. Да, на самом деле здесь мы, наверное, делаем какой-то разрыв и немножко лобби идет к крупных предприятий, к сожалению. Как бы, на мой взгляд, на первое то, что я увидел. И поэтому здесь, наверное, все-таки должен быть какой-то такой общий подход. И здесь, в первую очередь, нужно повышать штрафы. Штрафы, к сожалению, нужно повышать. Согласен с вами. То, что мы видим по автомобильному транспорту, то, что мы видим на сегодняшний день. Пока штрафы не подняли, у нас люди ездили безобразно на дорогах, да. На сегодняшний день, как бы, те нормы, которые у нас есть в ПДД, в принципе, они выдерживаются, максимально стараются. Помню ситуацию с парковками, да, так скажем, в которых в городах имеются платные, кто-то не платил и так далее. То есть заплатили пару раз штраф, в принципе, он уже понимает, человек, что так делать нельзя. Соответственно, здесь, наверное, все-таки должна быть какая-то немножко и европейская модель, в части чего. Те же самые аккорды, которые выбрасываются водителями на проезжую часть или, условно, под машины бросаются. Здесь, наверное, тоже как бы нужно усиливать. Эту работу необходимо вести. И это, наверное, все-таки не только Минэкологии должны вести. Здесь должно быть некое взаимодействие между ключевыми министерствами, которое, то есть, позволит создать благоприятные условия для того, чтобы этих моментов у нас не возникало. Ну и в целом, как бы, если говорим про экологическое образование, на сегодняшний день потенциал в стране, он очень огромный. Стоит отметить, очень много есть хороших материалов, которые разрабатываются в рамках государственного финансирования, международного финансирования. В принципе, оно у нас все есть. Просто единственная у нас, наверное, проблема в стране, то, что западает пункт применения и использования таких материалов. А, то есть, законы и информашки пишем хорошие, вот только кто бы еще исполнял. Понимаю, у вас... Да, и потом здесь, как бы, если смотрим в разрезе, наверное, именно экологическое образование, наверное, здесь должна быть какая-то политическая воля не только Минэкологии, но и Министерства образования. Почему? Потому что, к сожалению, то есть, то, что делают на сегодняшний день общественные организации в части экологического образования, не всегда можно, допустим, аккредитовать тот или иной материал, да, то есть, есть какие-то свои личные, может быть, моменты, может быть, и не личные, но, к сожалению, как бы их, так скажем, неохотно пропускают. На самом деле, как бы, есть. На самом деле, разработан план образования через сквозные темы. Та же самая география, химия, русский язык, английский язык. То есть, там оно все, как бы, есть, все разработано. Берите, пользуйтесь. Понимаю. Согласен. На самом деле, мне кажется, что вот эта идея, то, что нужна и комиссия по выработке единой госполитики в этом плане, мысль очень-очень верная. Но, госпожа Тарасенко, не думайте, что я про вас забыл. И вот, подытоживая все, что сегодня было сказано, да, лично у меня есть такое ощущение, что очень наглядно отношение людей к природе как раз-таки видно, когда выезжаешь в какие-то места, куда, ну, приезжаешь вроде отдохнуть, туристам там и так далее, и так подобное. А на самом деле видишь иной раз такое, что лучше бы и не видеть. И в этом смысле еще раз, ваше уже мнение, все-таки кнут или все-таки пряник? Все-таки учить или все-таки заставлять? Что будет эффективнее? Потому что, честно говоря, ну, я каюсь, на Урале не был, но то, что я видел в Боровом, например, иногда просто повергает в ужас. Я совершенно с вами согласна и поддерживаю своих спикеров сегодня, которые участвуют в программе. Вы знаете, вот вывод, наверное, самый главный, это все-таки формирование экокультуры. Это экологическое воспитание, это идеология. Она закладывается действительно с детства, но мы сегодня вот часть программы, основную часть, посвятили именно вот отходам и мусору. Мы замусорились, тут нет секретов, это уже точно. Но ведь кроме этого еще очень много проблем, которые касаются экологии. И вот в частности этот документ, я считаю, вообще принятие концепции формирования экокультуры, которую утвердило правительство, это важнейший документ. Вообще у нас всегда во всем должны быть документы. И к нему сегодня сформирован план реализации, что очень важно. Этот план реализации включает в себя как раз комплекс мероприятий, в том числе, которые касаются всех направлений. Вот, допустим, мы сейчас с вами говорим водосбережение, энергосбережение. Но ведь еще большая проблема – это лесосбережение. Мы ведь сегодня, когда выезжаем на природу, мы видим, насколько человек безответственен. Вот этот мусор, не только отходы, которые вывозятся, а то, что мы оставляем после себя. И вы знаете, вот много лет я занимаюсь именно формированием экокультуры, экосознания. Мы проводим очень много больших акций на протяжении уже более 20 лет именно с молодежью, с подрастающим поколением и со взрослыми людьми. И всегда поражаешься, откуда этот мусор берется. Ведь это же делаем мы, это делаем люди. И несмотря на... Так, по-одинамски со всеми поговоришь, вроде все сознательные люди. Да, и даже вот, знаете, такой пример. Мы иногда приезжаем, когда перед тем, как проводить акции, сплавать, допустим, то обязательно убираем мусор. И вот есть люди разные, нескольких категорий, которые присоединяются, находясь здесь, а которые проходят мимо. То есть получается, что это не наше, это не мое, и не мы за это ответственны. Вот поэтому формирование экокультуры, оно сегодня наиважнейшая тема. И вот я бы здесь сказала, что здесь не только уроки в школах важны, здесь еще важны именно структуры дополнительного образования. И вот сейчас вице-министр сказал о том, что необходимы межведомственные взаимодействия. И вот как раз план реализации, концепции, он и предусматривает межведомственные взаимодействия и разработка таких планов в регионах. То есть ответственны будут местные исполнительные органы власти. Я сама работала очень долго в госструкторах. А есть ли у них инструменты и, так сказать, ресурсы для этого? Есть. Ресурсы, конечно, безусловно, есть. Я сама работала в госструкторах, и я знаю, что когда нужно по какому-то вопросу отчитаться, то обязательно за этим будут стоять мероприятия. И здесь еще очень важна системность во всем. И вот вы знаете, когда мы говорим сегодня о том, что все ответственны, это и власть, это не правительственные организации. Все четырех ножек, это буряк. Да, это средства массовой информации. Но для того, чтобы сегодня проводить все это, необходимо мероприятие. Правильно ведь? И вот есть такая, ну, как бы, работа, это выделение государственных грантов. Гранты выделяются кем? И очень часто вот такое вот идет, наверное, непонимание, что грант должен выделить только структуры, которые относятся или к Министерству экологии, к природным ресурсам. Сейчас у нас есть Министерство водных ресурсов. Все министерства есть. Но вот мне кажется, что здесь самое главное, это все-таки формирование внутренней политики. Каким образом? И эти гранты, они должны быть расширены для того, чтобы такая работа могла проводиться неправительственными организациями. У нас сейчас неплохо развита структура дополнительного образования у Министерства просвещения во всех регионах. Есть кружки, есть станции натуралистов, есть центры детско-юношеского туризма. Но я вам хочу сказать, что таких вот организаций, которые занимаются именно вот с детьми через даже детские сады, в походы, когда выходят с инструкторами, то вот такая вот идеология политика, она формирует лучше, чем любое, допустим, наставление или просто... Таких организаций сейчас для построения достаточно? Нет, на мой взгляд, недостаточно, потому что вот я еще представляю и Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан. То мы как раз вот во исполнении выступления президента на Курултае сделали постановление, сделали протокол заседания о том, что необходимо эту сеть детских дополнительных организаций расширять. Вот у нас сегодня всего лишь, допустим, 11 больших станций юных экологов на всю страну. Есть, конечно, кружки, работают дворцы школьников, есть станции туристов, ну их всего 40 по стране. Но ведь этого явно недостаточно, потому что ребенок все-таки должен быть вовлечен не только в школьные активные деятельности, а вне школы также вовлечен, допустим, в занятия, которые могут его отвлекать от каких-то еще и пагубных дел. Поэтому вот сегодня меня лично очень устраивает план реализации концепции, потому что там все эти пункты прописаны, и я надеюсь, что это будет реализовано. То есть вы в свет конце туннеля все-таки видите? Я вижу, да, потому что, вы знаете, один из пунктов интереснейших в этом плане, это составить паспорт зеленых насаждений в стране. Это тоже очень важно. Очень важно. Что ж, начали разговор с, так сказать, того, как ловить машины, которые вывозят мусор на несанкционированные свалки, потом перешли на бизнес, в итоге пришли к воспитанию и, так сказать, образовательным проектам. Мне кажется, госпожа Абишева описала очень верный, точный образ того, что решить все эти проблемы можно только совместными, общими усилиями. Не будет одной какой-то поддержки, рухнет все. Огромное спасибо всем моим собеседникам. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала 24КИЗ, но уверен, что мы еще поговорим на эту тему и не раз. А пока что увидимся завтра в это же время. Всего доброго.